Креативность Креативность. Сегодня она требуется людям так, как никогда. Это умение мыслить альтернативно, умение уходить от шаблонов и потому генерировать свежие идеи, а значит быть успешным человеком. Да-да, вы не ослышались. Именно креативность сегодня в значительной степени определяет успешность каждого человека. А перед тем, как я начну вам рассказывать о креативном мышлении и о том, как лично вы его можете легко у себя развить, хочу заранее сказать, что ближе к концу моего рассказа вы сможете пройти несколько интересных тестов на проверку своей креативности. Это позволит вам узнать, насколько же вы все-таки творческая личность именно сейчас. Самый простой пример – это компьютер. Вы же знали, что у компьютеров раньше не было мышки, но появился креативный человек, который ее придумал. Абсолютно новое решение – выход за существующие рамки, то, чего еще не существовало никогда. А как он это сделал? Несложно предположить, что этот человек думал креативно. Он посмотрел на компьютер и задал себе вопрос – а что если? А как это улучшить? А что тут неудобного? А почему монитор квадратный? А зачем нужна клавиатура? И так далее. Многих зрителей я сейчас удивлю. Ведь мозг человека можно тренировать, так же как и мышцы, выносливости и дыхание. То есть мы, люди, можем развивать в себе креативное мышление, и это очень нужная вещь для всех. Вы никогда не задавались вопросами того, почему ваш друг носит футболку наизнанку? Почему он вечно делает что-то непонятное? Покупает странную еду, носит рандомные вещи, может быть у него ботинки разного цвета? Это и есть креативность. Это ее проявление в нашей обыденной жизни. Делать что-то так, как вы это не делали никогда. Смотреть на вещи под таким углом, под которым вы бы на них не посмотрели вообще никогда. Вы наверняка не знаете, что уже используете хотя бы один из таких приемов по повышению креативности. А именно, черный юмор. Когда вы шутиче по-черному, это обычно шокирует людей, а значит ваш мозг задействует абсолютно новые участки, которые оставались ранее нетронутыми. Дело в том, что так устроен наш мозг. Он попросту не задействует новые участки, если этого не требуете вы или происходящая ситуация. То есть, находя ответ на какую-либо задачу, мы мыслим логически, перебираем в размноженные ответы, либо можем ответить спонтанно. И это, кстати, будет являться озарением. Озарение – это когда вы отвечаете не думая. То есть, ваш логический участок мозга практически бездействует. Вместо него работает новая зона – творческая. Кстати, за творческое или креативное мышление отвечает передняя правая височная доля мозга. Именно она чертовски активна, если вы решаете задачу, перестав думать логически и перестав анализировать вопрос. Когда мы что-то выдумываем, вырисовываем иллюзии, наш мозг автоматически ищет короткие пути. А значит, использует наши привычки. Это плохо, ведь привычки имеют свойство быть заезженными. Или, как сказали бы в интернете, зашквар. Поэтому очень важно перестать применять свои привычки, выходить за рамки, делать по-другому, мыслить по-другому. И для этого существует ряд доказанных научно-решений, достаточно простых. Применяя которые всего по часу в день, вы научите свой мозг мыслить на 15 или даже 20% более креативно. И это всего лишь за один месяц. Давайте рассмотрим, какие это приемы и как их надо применять. Каждый день задавайтесь вопросами типа, а что если? Вот смотрите вы на руль в машине и тут сразу задаетесь вопросами, а почему он круглый? А что если сделать его квадратным или вообще овальной формы? Будет ли это удобнее? Будет ли это красивее? Или, например, смотрите вы на ручку, задайте себе вопрос, а почему она синяя по стандарту? А что если сделать ее белой? А что если в одной ручке будут сразу 10 цветов? А почему ручка не пишет жирным цветом? А почему она такая, какая она есть? А как ее можно улучшить? Эти нехитрые приемы в значительной степени повысят вашу креативную продуктивность. Запомните это правило и задавайтесь такими необычными вопросами почаще. А сейчас давайте проверим, какой у вас уровень креативности именно в данный момент. У меня есть достаточно простой, но тем не менее крайне эффективный тест на проверку уровня креативности человека. Сейчас я назову и даже покажу вам предмет, а вы ровно за одну минуту должны сказать, что можно с этим предметом сделать. Готовы? Поехали! Кроссовки. Что с ними можно сделать? Придумайте как можно больше вариантов всего за одну минуту. Продолжение следует... Все. Время вышло. Сколько вариантов вы придумали и назвали? Считайте только разные варианты, чтобы каждый был уникален по-своему. Если вы придумали 2-3 варианта, что можно сделать с кроссовками, значит у вас крайне низкий уровень креативности. Если 4-5, значит у вас средний уровень креативности. Если 7 или 8, значит у вас хороший уровень креативности. Если же 9 или даже 10, тогда вы чертовски креативная персона. Поздравляю! А теперь, когда вы знаете свой уровень креативности, вы можете задуматься над тем, чтобы его повысить. Давайте продолжим. Еда. Мы потребляем еду каждый день. Как правило, еда измеряется в килокалориях и среднестатистически мужчина поедает каждые сутки в районе 2000 килокалорий. А например, в яблоке содержится всего 100 килокалорий. То есть, чтобы набить дневную норму, человек должен съесть 20 красных яблок. Интересно, почему именно красных? А в зеленых яблоках меньше или больше килокалорий? Еще более интересно, как и влияют ли вообще окружающие среда и условия выращивания яблок на содержание в них килокалорий. А что, если бы яблоки были оранжевыми или вообще розовыми? Почему они, собственно говоря, только зеленые и красные? А можно ли сделать так, чтобы яблоко было квадратным? Ух ты, вот это будет действительно круто. А вот еще, представьте себе яблоко черного цвета. А внутри оно красное и по вкусу как малина. Вот это да, а еще квадратное. Хм, извиняюсь, вы, наверное, устали слушать мои размышления по поводу яблок. Так, о чем это я? Ах да, еда. Дабы развивать креативность, старайтесь каждый раз кушать что-то новое. Кушать что-то не так, как всегда. Допустим, не масло намазать на хлеб, а хлеб намазать на масло. Как бы странно это ни звучало. Или попробовать то, чего вы еще никогда не ели. Это есть креативный подход. Вы учитесь в школе, университете или ходите каждый день на работу? Задумайтесь над тем, чтобы пойти домой другой дорогой. Вот так просто. И это уже будет креативный подход. Так вы его будете развивать. Маленькими, но уверенными шагами. Главное, не ходите опасными переулками ночью. Это уже будет не креативность, а бездумный риск. Хотя... А теперь еще один тест на креативность. Возьмите листок бумаги и ручку. Не торопитесь, я подожду. Но недолго. Поэтому, если вы будете искать бумажку и ручку дольше, чем 10 секунд, лучше поставьте видео на паузу. Итак, готовы? Нарисуйте на бумаге вот такой рисунок. Именно так, как это показано сейчас на ваших экранах. Чтобы в левой стороне листочка была линия, а в прямом верхнем углу была кавычка, а снизу была нарисована спиралька. Рисуйте, я подожду. Готовы? Вот вам задача. Составьте из этих трех фигур какую-нибудь картину. Представьте, что вы самый настоящий художник. У вас на это есть ровно одна минута. Итак, поехали. Продолжение следует... Все, время вышло. Теперь посмотрите на свой рисунок и попробуйте сами оценить его интересность. А лучше покажите другу, пусть он оценит. Если вы нарисовали смайлик, кораблик, море, дерево или что-то такое необычно удивительное, значит вы очень даже креативный человек. Помните, чем необычнее и интереснее будет ваш рисунок, тем более креативный подход вы использовали. Лично я нарисовал вот это. А на этом, пожалуй, все. Помните, что у каждого человека есть врожденные творческие способности, их просто надо развивать. Причем результат деятельности мозга в креативной области улучшается примерно на 15-20% в течение месяца использования таких вот нехитрых приемов, которые надо делать хотя бы по часу в день. Более того, по прошествию этого месяца, ваш результат еще очень долго никуда не денется, потому что вы уже научили себя мыслить креативно. Ну а вы смотрели канал Хауди Хо. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, или лучше сказать, на наш канал подписывайтесь вы. А почему, собственно говоря, подписывайтесь? А что, если вписывайтесь или там, например, не пропустите? Или вот еще идея. Ведь подпись по факту не требует, но просят подписаться. Хм...